Добрый вечер, уважаемые слушатели, очные и онлайн слушатели. Начинаем наш рекламный вебинар по программе Adobe Audition, мощный звуковой редактор. У кого есть Creative Cloud версия полностью, пакет полностью, вы можете уже воспользоваться версией CC 2015. У кого пока еще нет полного пакета Creative Cloud, то вы можете пока устанавливать и работать абсолютно спокойно сей шестой версией. Adobe Audition, мощный звуковой редактор. Что надо для этого знать? Надо знать возможности вашего компьютера, чтобы грамотно повысить производительность работы со звуком. Обратите внимание, что есть много марок и моделей звуковых интерфейсов. И мы должны знать, с какой маркой мы работаем, если даже это ноутбук, макбук, мы должны знать возможности своей машины, своего оборудования. Вообще запись на компьютер требует преобразования звуковых сигналов в цифровые данные, которые компьютер и Audition могут распознать. Попробуем сегодня небольшой фрагмент записать. И аналогичное воспроизведение требует преобразования цифровых данных в аналоговые аудио так, чтобы вы услышали его. Эти преобразования, как правило, выполняет звуковая карта. Она включает в себе аналог цифровой AD и цифроаналоговый DA преобразователи. Мы все шаг за шагом посмотрим, обсудим некоторые нюансы, тонкости. Ведет семинар Авдаляна Найта Ванессовна. У меня первое образование музыкальное. Академический вокал. И, пожалуйста, мы что будем работать с базовыми функциями Audition. Функции разных категорий. Устранять дефекты трейка. Шум будем устранять. И поговорим о том, как можно добавить какие-то эффекты. Там также время на самостоятельную работу, на сформировать многодорожечный файл. Поработайте, поэкспериментируйте. И все будет довольно интересно, мне кажется. Ну что ж, на этом этапе давайте я пойду к Audition. И попробуем сейчас вот такой момент. Я записала свой голос, назвала файл обествования. У всех у вас есть. Кто написал мне имейл, я отправила. Кто присутствует в аудитории, уже получил этот файл. Я записала на простейшем микрофоне. То есть ничего такого сверхъестественного здесь нет. Я сейчас запускаю процесс. Можно запустить процесс с помощью пробела. Буфер обмена Audition работает так же, но предлагает 5 буферов обмена. Вы знакомы с буфером обмена компьютера. Так что вы можете временно хранить до 5 различных частей аудио для вставки позже. Я поставила галочку, такую кнопочку Loop, Playback, без конца повторения. Loop, Playback, чтобы во время повторения я обнаруживала какие-то дефекты, их устраняла и работала с треком полностью. Я работаю с треком в режиме Waveform. Этот режим позволяет досконально, очень тонко настроить звук. Что здесь меня не устраивает в этом данном треке? Шум, который, увы, записался тоже. Смотри, послушайте, пожалуйста. Буфер обмена Audition. Я думаю, всем это слышно. Я запускаю и останавливаю аудио с помощью клавиши пробел. Возвращаю индикатор в начало с помощью клавиши Home. Как быть, как бороться с шумом? Первый эффект, именно не просто как эффект, а наоборот, как устранение от эффекта. Давайте посмотрим внимательно. Кто-то захочет сразу повторить, кто-то захочет себе делать записи какие-то. Устранение шума. В главном меню Effects. В главном меню Effects. Noise Reduction Restoration. Редакция и реставрация шума. И адаптивное редактирование шума. Adaptive Noise Reduction. Здесь довольно интересно, сам эффект обнаруживает дефекты и очень тонко устраняет. Попробуем послушать сейчас. Давайте попробуем. Здесь, в этом окне, я уже запускаю Play. Буфер обмена Audition работает... Ага, мы предлагаем пять буферов обмена. Вы знакомы с буфером обмена компьютера. Так что, вы можете временно хранить до пяти различных частей аудио для вставки позже. Отключаю сейчас этот эффект. Отключаю кнопочку. Буфер обмена Audition работает так же, но предлагает пять буферов обмена. Вы знакомы с буфером обмена компьютера. Так что, вы можете временно хранить до пяти различных частей аудио для вставки позже. Очень надеюсь, что и очным слушателям все это слышно, и слышно вебинаристам тоже. На самом деле, Adaptive Noise Reduction очень хорошо устраняет шум, даже если аудио было записано простейшим оборудованием на простейшем микрофоне. Здесь режим Custom, пользовательский режим вполне устраивает. Более тяжелые шумы удаляются с помощью Heavy Noise Reduction. Легкий шумок удаляется Light Noise Reduction. Ну вот, даже я не стала что-либо менять, не стала шумность, скажем так, дакутовой дословный перевод этого ползунка усиливать, устранять. Все идеально работает. Еще раз, я отключу этот эффект, отключаю с помощью зеленой кнопки в начале этого окна, запускаю. Шум, слышу. Буфер обмена Audition работает так же, но предлагает 5 буферов обмена. Сейчас включаю. Вы знакомы с буфером обмена компьютера? Шум устраняется. Шум вы можете временно хранить до 5 раз. Остановила запись и нажимаю Apply. Не просто Close, если нажму Close и выйду, то это уже не будет воздействовать. Apply, применить. Идет некоторое время, и все, у меня файл абсолютно чистый. Буфер обмена Audition работает так же, но предлагаю. Смотрите, есть некоторые моменты в этом треке, которые абсолютно, ну скажем так, лишние. Это какая-то пустота, какая-то излишняя, такая тишина идет. Вы можете, находясь в этом треке, аккуратно, курсором и белым цветом выделить и просто на клавиатуре нажать Delete. Буфер обмена Audition работает так же, но предлагает 5 буферов обмена. Вы знакомы? Я, возможно, вот этот фрагмент тоже удалю. Просто Delete. Так же, но предлагает 5 буферов обмена. Вы знакомы с буфером обмена компьютера. Так что вы можете... Вот этот фрагмент тоже удаляю. То есть то, что не нужно, спокойно вы можете удалить. Так что вы можете временно хранить до 5 различных частей аудио для вставки позже. На самом деле это очень удобно. Попрошу попробовать сейчас это делать все самостоятельно. Я работаю с этим же файлом, с повествованием. И здесь мне устраивает структура предложений. То есть структура нескольких предложений, очередность этих фраз предложений. Давайте еще раз послушаем. Еще раз слушаем. Буфер обмена Audition работает так же, но предлагает 5 буферов обмена. Вы знакомы с буфером обмена компьютера. Так что вы можете временно хранить до 5 различных частей аудио для вставки позже. Смотрите, что меня не устраивает. Я бы хотела немножко с другой очередностью. Возможно, вы будете записывать или будете обрабатывать аудио, где будет возникать необходимость фразы, просто поменяясь местами. Например, буфер обмена Audition работает так же, но предлагает 5 буферов обмена. Я хочу эту фразу выделить и отправить на самом деле буфер обмена. Давайте еще раз. Буфер обмена Audition работает так же. Все. От этой точки до начальной точки выделяю. И вот как работает буфер обмена Audition. На самом деле 5 буферов. Давайте путь основной вам покажу. 5 буферов обмена. И здесь надо зайти, не знаю у кого какая версия, русская, английская. Надо зайти в меню Edit, редактирование. Далее Set current clipboard, выбрать активный буфер обмена. Или просто нажать Ctrl-1. То есть вот эту фразу, буфер обмена Audition работает так же, но предлагает 5 буферов обмена. Я хочу вырезать в буфер обмена. Ctrl-1. Но сама по себе эта клавиатурная комбинация ничего не делает. Просто компьютер понимает, что я хочу работать с первым буфером. Всего-навсего. А чтобы вырезать туда, в этот Ctrl-1, в первый буфер, я еще раз захожу в Edit и нажимаю Cut. Вырезать. Вырезала. И если я сейчас проверю, вот самый первый буфер уже не пустой. И уже эта фраза, это слово исчезло. Пожалуйста, это уже не пустой. Я могу поставить, таким образом, опять-таки, вырезать много-много таких фраз, много таких моментов. Он предлагает 5 буферов обмена. Он предлагает 5 буферов обмена. Останавливаю. Это тоже могу вырезать. Тоже вырезаю на сей раз во второй. Пожалуйста. И опять-таки Edit Cut или Ctrl-X. То есть уже два буфера мы проверяем без слова empty, без слова пусто. Там есть мои вот эти вот фразы, мои фрагменты. Вот то, что я сейчас поместила. Как же с нужной очередностью поставить нужное место? Давайте послушаю эту фразу небольшую и на эту точку, куда хотелось бы поставить. Обмена компьютера. Так что вы можете временно понять. Вот сюда не помешает. Вот где, на линейках третий измеритель. Вот сюда хочу поставить сначала первый из первого буфера, затем уже из второго буфера. Точку воспроизведения поставили в нужное место. Нажимаем либо Ctrl-1, либо тем же путем. Идем. Клиппорт. Ctrl-1. Ctrl-1. Я хочу первую фразу сюда поставить. Ctrl-1. И после этого Ctrl-1 я выбираю просто Edit Paste или Ctrl-V. Вставка уже. Ctrl-V. Дальше, где шестая точка, хочу поставить вторую фразу из второго буфера. Просто точкой или галочкой я выбираю второй клиппорт. И после выбора второго клиппорта, еще раз выбираю Edit Paste. Вот так. Давайте посмотрим сейчас, как повествование звучит. Вы знакомы с буфером обмена компьютера. Буфер обмена Audition работает так же, но предлагает пять буферов обмена. Так что вы можете временно хранить до пяти различных частей аудио для вставки позже. Уже какая-то логическая цепочка появилась. Попробуйте. С этим файлом тоже небольшая такая, не скажу, работа, а так поиграем немножко. Знаете, что я сделаю? Выделю небольшой фрагмент. Не весь трек будем обрабатывать. Небольшой фрагмент выделю. Вы знакомы с буфером обмена компьютера? Вы знакомы с буфером обмена компьютера? И включу loop, повторение. И попробуем изменить голос. Просто изменить голос. Изменение голоса. Мы играем немножко. Это уже не такая серьезная функция редактирования, а именно изменение голоса. Пожалуйста, в меню Effects, Time and Pitch и Stretching Pitch. Время и заполнение и растягивание заполнения. Здесь такая функция. Effect, Time and Pitch, Stretching Pitch. Здесь есть заготовки. Довольно интересные заготовки. Пока Custom режим. Запускаю. Ну, совсем уж медленно. Давайте-ка Fast Talker. Давайте-ка каждый раз play. Здесь надо каждый раз play. Вы знакомы с буфером обмена компьютера? Вы знакомы с буфером обмена компьютера? Вы знакомы с буфером обмена компьютера? Обратите внимание, верхний трейд показывает то, что есть, а нижний уже результат редактирования, как сжимается и растягивается фрагмент. Что еще можно? Более низкие звуки. Вы знакомы с буфером обмена компьютера? Это мой голос. Вот мой ангельский голосок, во что превратился в мужской голос. Отключаю эффект. Вы знакомы с буфером обмена компьютера? 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 То есть здесь можно выбирать, на самом деле, очень интересные возможности. Вы знакомы с буфером обмена компьютера? Вы знакомы с эффектом обмена компьютера? Вот так поласковее пойти. Попробуйте, поэкспериментируйте, пожалуйста. Давайте пойдем дальше. Идем дальше и смотрим. Я просто закрою уже, просто закрою. И хочется вам показать эффекты уже с другим файлом. И немножко по-другому, не таким длинным путем эффект и так далее, а более близкий такой путь. Немного совсем, Павел. Смотрите, пожалуйста. Почему меню эффект все-таки присутствует? Дело в том, что здесь есть некоторые эффекты, которые только в этом меню находятся. И, к сожалению, то, что я собираюсь вам показывать, это такая панель, которая всегда под рукой, которая всегда предлагает редактировать несколько раз. А панель не содержит все эффекты. Панель Effects Rack, вы любую панель можете открыть в меню Windows. Панель Effects Rack может в сумме показать 16 эффектов. Вы это видите. И я открыла из той папки, что вам всем передала, гитару. Вот этот файл, гитара. И здесь хочу уже работать и применять какие-то эффекты именно через панель Effects Rack. Можно суммировать, можно только поштучные эффекты добавлять. Как это делается? В первой же строке Effects Rack я, допустим, хочу добавить такой эффект, специальный эффект, гитарная сюита. Гитарная сюита позволяет добавить к существующему треку разные эффекты. Классический рок можем получить, более тяжелый рок, панк-рок. Сейчас поэкспериментируем и посмотрим. Пока наблюдаем, пока смотрим. Я в этой первой строке добавила, но пока без включения эффекта, зеленую кнопочку отключаю, запускаю сам трек. Просто аккорды, просто аккорды. Включаю. В решиме Default, в общем-то, мало что меняется. Очень рекомендую Big & Dumb. Эффект классического рока. Мне кажется, это все слышно. Чуть потише сделаю. В компрессор попробуем изменить amount, компрессию, сжатие. В общем-то, оптимальное сжатие – это 70%, не больше. Дисторша, если двигаться с зумком левее, то вроде чище получается звук. Слышно, так, мне кажется? Ну, чище – это в кавычках. Просто А. А если правее двигаться, ну, скажем так, резнее. Я бы так не назвала, но все же. Вот так вот. Вот такие интересные нюансы. Три разных типа искажения существует. Можно, ну, нужно их тоже попробовать и поэкспериментировать. Сглаживание сейчас идет по умолчанию. Вот так вот. Можно и нужно здесь поэкспериментировать, посмотреть, послушать. Не буду вам мешать, я чувствую, что вы хотите это сами делать. Попробуйте, пожалуйста, наушники и... Смотрите, вот то, что я вам передала, в той папке есть также Drums 110. Попробуем здесь, ну, не знаю, не один эффект, а даже целых два. Например, хочется очень реверберацию добавить в первую строчку. Я сейчас добавлю эффект Reverb, Studio Reverb, реверберация. Очень хочется здесь выбрать... Там тоже есть заготовки очень интересные. Если не ошибаюсь, Plate Drum. Plate Drum is Small. Давайте запущу сейчас просто без всего этого. Без эффекта. С эффектом. И с заготовкой. Внимание, останавливаю. Останавливаю, иначе заготовку не дает выбирать. Drum Plate Small. Вот так называется более точно. Пока без эффекта. Drum Plate Small. И сейчас включаю. Ну, не знаю, как вам слышно. Давайте попробуем Drum Plate. Я сейчас останавливаюсь должна, иначе пока проигрывается, не меняются заготовки. Large, если попробуем. Вот так. Такой эффект реверберации. Выключаю. Сухой звук. Абсолютно сухой звук. Включаю. Такой звук, как в зале. Отключаю. Пусть будет этот эффект в первой строке. А вот во второй строчку хочется добавить тоже Special. Возможно, тоже гитарную сьюиту. Но, 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 Drum Sweet. Попробуем. Запускаю. Ох, какое эхо слишком сильное. Давайте-ка строчку немножко. Отключай. Кстати, я могу закрыть это окно. Здесь тоже отключить зеленые кнопочки и просто прослушивать так. Без эффекта. Хотелось очень такого эффекта зала огромного задать. Эхо небольшое. Вот так вот. Пожалуйста. И вы после того, как уже окончательно отредактируете эти эффекты, вы можете, внимание, пожалуйста, для только выделенной фразы это все применить, или для всего файла, entire file. Выбираете нужное и нажимаете кнопочку Apply. Но, внимание, после кнопочки Apply уже возможность редактирования исчезнет. Уже нет этих строчек, чтобы у вас была возможность редактирования. Попробуйте, пожалуйста. Я отменю все-таки, чтобы вы видели название этих эффектов, а вы сами сейчас попробуйте. Работали до сих пор с отдельными треками, но также я вам передала. Смотрите, как можно открыть, если кто-то уже еще не открыл. Из папки 18.11, Multitrade, многодорожечная сессия, можете открыть Automation Clip. Вот так вот. И здесь уже все закрываю, это уже ни к чему. Home в начало поставлю и покажу уже, как здесь все работает. То есть я соединила ударные, бас-гитару, перкуссии и так далее. Как это делать? Что я сейчас вам рекомендую делать? Я рекомендую сейчас создать файл New Multitrack Season, многодорожную сессию. Назовите, как вам хочется, название от вас. Брауз, выбирайте место, где вы захотите все это сохранить. Пожалуйста, я скорее всего в эту же папку. И, пожалуйста, значит, диапазон 48 тысяч герц, глубина 32 бита и стереорежим. И вот здесь, пожалуйста, сколько угодно таких трейков вы можете добавлять. Для добавления трейков очень рекомендую воспользоваться панелью файлс. Панель файлс. Панелью файлс или медиабраузер. Медиабраузер. И вы здесь уже откроете, обнаружите все, что вам надо, где у вас лежит, допустим, рабочий стол или где все это у вас находится. И шаг за шагом будете уже туда все импортировать. Абсолютно все. Шаг за шагом будете импортировать и работать. Поставила и в загрузках, и на рабочем столе. Здесь, пожалуйста, добавляйте через медиабраузер или через файлс. Пожалуйста, любые трейки и упорядочьте. Рекомендуйте сначала ударные. Ф – это ключ. Х и Л – это хю или лоу. То есть высокий ключ или низкий ключ. Пожалуйста, вы можете перемещать трейки и работать с ними. Ударные – это бас, пожалуйста. Если хочется дублировать трек с ударными, при нажатой «Альт» дублируйте, пожалуйста. Можете включить соло-режим и послушать пока только ударные соло-режим. Я сейчас включила соло-режим для бас-гитары. Пожалуйста, можете собрать все треки в одно целое и уже по-своему построить то, что вам хочется услышать, то, что вам хотелось бы запустить и послушать. Пожалуйста, попробуйте, каждый в своих наушниках. Разные инструменты собраны. У каждого инструмента может быть свой цвет. У кого как это все ассоциируется. Если нет таких ассоциаций, то оставьте, как есть. Перкуссии более светленькие. Сделаю. Вот так. И так далее. Можете треки делать абсолютно разноцветные для быстрого поиска и нахождения. Добавление нового трека. Это в главном меню «Multi-Track». «Track» и «Stereo-Audio-Track». Или просто «Control-A». «Control-A» – клавиатурная комбинация. Пожалуйста. «Control-A» – клавиатурная комбинация. Вот такие интересные возможности. Программа на самом деле очень мощная. Она выполняет не только устранение дефектов, но и добавляет очень много всего интересного. Покажу учебник, в котором мы работаем. Там 120 страниц от четвертого формата. 130 упражнений с подробнейшим описанием по шаговым. Такая техническая информация. Технические какие-то темы изначально обсуждаются. А дальше к каждому упражнению есть свои треки, клипы, свои многодорожные сессии. Четыре модуля, 16 академических часов. Потрясающе подробно все описано. Каждый слушатель со своими наушниками сидит, слушает, обрабатывает. Главное – иметь хорошие ушки. Вот это требование номер один, скажем так. Все это есть. Все это на курсах. Вы можете уже после аудишн изучать Adobe Premiere. Я показываю на курсе также, как работает связь между аудишн и Adobe Premiere. Можете создавать такие звуковые файлы для компьютерных игр. Пожалуйста, вы это сейчас видите на своем экране. И, конечно, обработанный файл поставить уже на документальный фильм. Публицистик, репортаж. Пожалуйста, все это работает. Ближайшие курсы 2 декабря и уже в следующем году, 10 мая. Кому когда удобно, добро пожаловать. Пообщаемся. Это по звуку или по звуку? Это по звуку. Это по звуку. Но я там показываю также, как работает Adobe Premiere, как они контактируют с Adobe Premiere. Так что добро пожаловать. Курс потрясающе интересный. Главное – с собой взять ушки. Хороший с собой. Субтитры создавал DimaTorzok